Музыка Ну что, сегодня очередной день, сегодня мы решили не ехать в Монако Да, в Монако мы все думали В Монако? Совсем небольшая разница Сегодня мы решили не ехать в Анапо Вообще, в принципе, не ехать Поехать в Масхако Масхако это такое место типа Апраудерзо Тоже там винзавод Только он более старый и Ну, собственно, больше ничего нету здесь Но нам стало интересно Посмотрели билеты в винзавод На этот дешевле гораздо С детьми можно, поэтому мы вот решили Пойти посмотреть, подегустировать Вот Так что вот мы сейчас здесь на месте А тут походу какие-то навороченные места Все дома такие крутые Залезли чуть-чуть по скале Сейчас вот идем здесь Да, стремно Еще я нашел Мыс кофе Зашел в этот мыс кофе Хороший Кофе качественный Взбит хорошо Обстановка там тоже ничего В общем Я удивлен, что на Масхако есть Кофейня нормальная Все, сейчас идем на экскурсию На винзавод Не знаю, можно будет там снимать или нет Но если можно Я вам все покажу Ну что, снимать сказали можно везде и все Так что вас ждет увлекательная экскурсия по винзаводу Тут очень красиво Тут даже вид такой Типа смотровой площадки Ящики для винограда Ящики для винограда Ну а пока мы повесим немножко в виноград Чтобы показать Как это примерно происходит И я вам немного расскажу Получили мы наш виноград Мы его не охлаждаем Не замораживаем Конечно же не моем Потому что это будет невозможно просушить Сразу же отправляем его в шнековый бункер Вот он собственной персоной Шнек вращается кровью скоростью Проталкивает ягоду в дробильное отделение Все ягоды и отделяются от гребня Гребень мелко-мелко перемалывается Идет на удобрение наших же виноградников То есть такое своеобразное безотходное производство Но все равно внутри также есть полотно Где все равно вручную отбирает виноград Потому что все равно даже шнек отделяет все не идеально Ну и дальнейший путь винограда Это зависит от того, какое вино мы хотим производить Если речь идет о белом тихом вине То мы сразу же отправляем ягоду в пресс Винфикатор это специальная герметичная емкость Из нержавеющей стали Для брожения тихих вин Тихие вина это те, которые без пузырьков Если простыми словами Отправили наши сослы сюда И добавили чистую культуру дрожжей Дрожжей уже закупаем по французской компании La Fort Дегустируем и уже выращиваем тут у нас сами Для красных и белых вин соответственно разные дрожжи Но самая идеальная профессия Это бронящее сослы Необходимо дегустировать три раза в день Чтобы контролировать Едя на там дрожжи сахар Контролировать температуру Через краник Открываем краник Наши технологии Главное виноделы И дегустируем Что же у нас там получается Очень важен температурный режим Чем выше температура Тем активнее брожение И тем быстрее уходит аромат Дрожжей поедает сахар Уделяется углекислый газ и спирт Если нам нужно получить вино с остаточным сахаром Мы останавливаем процесс с помощью холода Видите по винификаторам вокруг есть кольца Которые с другими выемками Это термалбашки Когда они работают Они прям покрываются и не останавливают процесс То есть мы подаем холод Дрожжи перестают есть сахар И таким образом мы получаем наше сухое Полусухое, полусладкое вино и так далее То есть все натуральный способ Никакого экспедиционного ликера И в случае с тихими винами Все с помощью термалбашки И все Виноград 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 То есть есть мятость Она без цвета А есть визгар Это кожицы и косточки В ней сперва все те самые отекционные Красящие вещества Которые их придают нашему вино Такой красивый красный оттенок Отправили наши сухие сюда И в нашу визгу В наши дрожжи И прошел процесс вложения у красных вин На самом деле У ликвистрата проедает ту самую визгу И у красных вин образуется шапка Она не дает ему дышать Таким образом вино очень часто портится И раньше ее пытались перемешивать деревянной палочкой Сейчас же у нас есть современное оборудование Это партовые ручки Специальное устройство Которое подключается к минификатору На дне его расположены тонкие пластины Подключаем И они быстро-быстро-быстро с огромной скоростью Перемешивают наше красное вино Обрушают шапку И таким образом наше вино дышит и не портится Процент поражения белого вин длится 2-3 недели Красных 10-15 дней Все, конечно, контролируется И подача температуры, и терморубашки, и давление Все это контролируется, все это регулируется И также дегустируется Вот советский дегустационный зал Хочешь такой обеденный столик, давай? Я думаю Я буду включать Саша, передай слово Чтобы никого И так же И так же Я буду включать Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 понял то, что я не очень люблю шампанское, и все-таки люблю больше сухое, чем полусладкое или сладкое. Вот. Ну, накачался так неплохо, мне немножечко торкает, так как я человек не пьющий, а вот есть у меня такое. Вот. Ну, прикольно, прикольно. Все показали, рассказали, дали попробовать. Сейчас только очень не хватало каких-нибудь закусочек, сыра или мяса. Сейчас очень хочется есть, надо идти забирать детей и хавать. Давно я не чувствовал алкогольного опьянения, оно сейчас прям есть. 8 сортов вина, некоторые из них были прям крепкие. Вот. Ну, ничего, нормально. Сейчас поедем в город, будем искать чуть вкусненько. Вот. Ну, можно. Вот. То есть. Вот. То есть. Вот. То есть. Это не так важный. В этом месте мы поднимем к Туре. Субтитры сделал DimaTorzok